Судебная власть Органах судейского сообщества задач квалификационных коллегий Здесь уже было уважаемым министром Намибии сказано о том, что прозрачность и публичность принятия решений о подборе кадров судей является одним из основных элементов формирования доверия Если говорить о нашем опыте, то публичность, гласность, открытость принятия решений по данным вопросам иногда кажется даже чересчур открытым, публичным я потом скажу, когда о другом аспекте буду говорить Ну достаточно сказать, что любой гражданин может принять участие в заседании квалификационной коллегии по любому вопросу Ну с соблюдением тех требований безопасности, которые сегодня к любому мероприятию осуществляются Плюс любые решения, любые повестки о времени, месте и предстоящих заседаний, так и тех, которые уже прошли, а также принятые решения и заключения Публикуются на сайтах высшеколлекционной коллегии и коллегии субъектов Российской Федерации Действует положение об аккредитации средств массовой информации и как специализированные средства массовой информации, так и федеральные Средства массовой информации участвуют практически в каждом заседании квалификационной коллегии Это и правору, и легал-репорт, и коммерсант, и многие другие средства Все зависит от того, какие вопросы рассматривают, насколько они представляют интерес как для средств массовой информации, так и для публики, на которую направлены эти средства массовой информации Три основных аспекта, которые вызывают наибольший интерес у общества Это подбор кадров судейского контингента, который, на мой взгляд, это основу составляет судебность системы Рассмотрение обращений граждан и юридических лиц, и также вопросы дисциплинарной ответственности судей Если говорить о подборе кадров, у меня есть статистики, я могу ее только кратко привести У нас только за прошлый год, всеми коллегами судей в Российской Федерации рассмотрели 6342 заявления претендентов на судейские должности 77% претендентов получили такие рекомендации 12% было отказано и 11% отозвали сами То есть примерно много или мало, это статистика, ну она и есть статистика Вопрос в другом, коллекционные коллеги не просто рассматривают вопросы о соответствии претендентов, кандидатов на суде Тем формальным требованиям, которые обязывает закон о статусе судей То есть об образовании, о стаже работы, опыте, возрасте и так далее Но и рассматривают многие другие вопросы, как соблюдение законодательства претендентом Его подходы к, если это мужчины, к воинской службе, к соблюдению законодательства с точки зрения административной, уголовной и так далее Ответственностью дисциплинарной, а также многие вопросы моральные и личностные Которые я вот когда вначале говорил о том, что насколько это иногда публичность мешает Поскольку у нас представители, коллекционные коллеги, треть составляет представители общественности Две-три представители президента и остальные представители судов различных уровней И практически иногда в заседании, учитывая, что рассматриваются вопросы личные, семейные, вопросы недвижимости кандидатов И многие забывают о том, что присутствует посторонняя публика посредством массовой информации И начинают задавать вопросы, которые представляют, ну может быть для публики интерес представляют Но с точки зрения соблюдения тех же прав самих кандидатов, вопросы чаще всего мы закрываем публичность таких И рассматриваем эти вопросы в закрытых заседаниях, чтобы не разглашать информацию, например, о детях Или у нас многие случаи, когда вне брака, не брачные дети, или вопрос усыновления и многие другие вопросы Которые, ну так скажем, для публики не предназначены, но требуют выяснения Поэтому вопросы публичности, здесь необходим баланс определенных прозрачности и публичности Рассмотрение данных вопросов и соблюдение прав самих кандидатов, самих будущих или действующих судей То, что касается обращения граждан и юридических лиц За прошлый год в высшую коллекционную коллегию поступило более 12 тысяч А в таких обращениях во все коллегии субъектов более 60 тысяч Практически любые, они могут поступать и в письменном виде, и через сайты, по электронной почте Все эти обращения рассматриваются в том или ином виде, либо по ним проходятся определенные проверки Если они содержат сведения о себе о совершении судей дисциплинарного проступка Иногда и содержат информацию о совершении, вплоть до преступлений Поэтому в этих случаях отправляются материалы, эти обращения в правоохранительные органы Для осуществления проверки по данным заявлениям Главное, если они содержат в своей сути конкретные обстоятельства Потому что часто бывает, когда идет возмущение судьей Там пишут, он взяточник, вор и так далее, негодяй Но никаких конкретных обстоятельств и доводов не приводится И примерно 80% всех обращений Это обращения несогласия с теми судебными актами или действиями, которые осуществляются судьей То есть фактически, ну неважно, это неправильный акт, вынес предпочтение стороне и так далее То есть вместо того, чтобы чаще, в том числе и профессиональные адвокаты, юристы, то же самое Вместо того, чтобы обжаловать вышестоящий суд данный судебный акт Пишут в вышеколекционную коллегию для того, чтобы тоже своего рода воздействовать И оказать давление на судью Если, например, этот материал будет отправлен в суд для каких-то проверок То, наверное, или на будущее, или по действующему делу некий способ воздействия на судебный корпус В принципе, обращение граждан и юридических лиц с такими фактами Приводит к тому, что по части из них проходят проверки и принимаются меры дисциплинарного воздействия на судей Примерно 180-200 судей в год привлекается в дисциплинарную ответственность В прошлом году 208 судей было привлечено в дисциплинарную ответственность Выше коллекционной коллегии 204 коллекционной коллегии субъектов Российской Федерации В том числе досрочно прекращены полномочия 17 судей При рассмотрении вопроса дисциплинарной ответственности Это всегда непростой и тяжелый вопрос Здесь я бы два момента разграничил Это дисциплинарный проступок при совершении судей Осуществление правосудия В этом случае два года назад было внесено изменение в закон о статус судей И определено, что, например, прекращены полномочия Только в этом случае у судей может быть только в том случае Если он ранее привлекался к дисциплинарной ответственности И те случаи, когда судья совершил дисциплинарный проступок Вне рамках своей судебной деятельности То есть это нарушение кодекса судейской этики Действия его в быту Либо за рамками осуществления правосудия Вне служебной деятельности И здесь в этом случае чаще всего и решается вопрос О прекращении полномочий О привлечении дисциплинарной ответственности В то же время квалификационные коллеги По крайней мере статистика показывает Что за прошлый год 53 случаев было отказано От привлечения дисциплинарной ответственности Поскольку квалификационные коллеги Не установили в действиях судей дисциплинарного проступка Это тоже говорит о том, что подход к рассмотрению обращений У нас достаточно объективное, всестороннее рассмотрение Владимир Валентинович, извините, завершайте, пожалуйста Да, спасибо Поэтому вопрос в работе квалификационной коллеги Я думаю, что мы и дальше будем работать на том Чтобы повысить доверие общества в судебной системе Спасибо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому